Сегодня я вам расскажу, как немножко сделать автоматическую установку в бункере. Не буду рассказывать про то, как это сделать с помощью PXE. Если кто не знает, что такое PXE, это загрузка по сети. Там небольшие нюансы, но я не пытался четко разобраться. В интернете инфа есть, и мне нужно было сделать автоустановку с флешки. Итак, попытаюсь показать, как это выглядит в реале с помощью VirtualBox. До конца оставить не будем, все-таки это занимает какое-то время. У нас есть менюшка, и мы подготовили отдельный пункт меню. Про это я расскажу, естественно. Убираем его. И... На нюшке штаны. Убираем. какие-то у нас ничего не спрашивает создает разделы делает еще какие-то штуки слаб раздел и все пошел процесс соответственно создание раздела с файловой системы и копироваться файл то есть немножко магии ну для меня по крайней мере это выглядит как немножко магии будем ждать нет я думаю не будем ждать выключим потому что мне нужно флешка файловой менеджер что нам нужно чтобы это сделать нам нужен файл с ответами на вопросы нам нужно указать какой файл с ответами на вопросы использовать нам нужно добавить пункты меню и сделать его по умолчанию что но то когда мы запускаем запускались флешки на эту синенькую менюшку и так у меня наибольшую сложность вызвала даже не создание этого файла как сделать так чтобы при старте системы сразу брала и начинал устанавливаться потому что видимо у господа разбора разрабатывающих бунта они придел сделали свой инсталлятор но свои фишки наверное я немножко путану рассказы убунту основан на дебиан как раз в дебиан этот присед и был создан да то есть они просто переняли это но они написали собственный инсталлятор и поэтому команды некоторые свои команды у него есть информация есть в интернете но мне пришлось ее усиленно поискать итак но эти начнем просто приседа файл присед это файл в директории присед который по умолчанию создается тут некоторое количество файликов я создал свой что откуда откуда эти файлы берутся изначально какой-то набор вот этих вот файлов с расширением сид он есть в дистрибутиве убунту то есть мы скачиваем процент мы смотри с чего вообще начать да то есть ты скачиваешь истошку с дистрибутивом убунту и с помощью какого нибудь способа делаешь соответственно установочную флешку например есть утилита юнет бутын вот это на этом я не буду сейчас устанавливаться информация есть после этого у тебя на диске появляется набор директорий какой-то и одна из этих директорий называется присед в которой есть набор сид файлов и мы хотим сделать еще один свой файл который можно вручную набить найден ну с ответами это файл с ответами я создает это классическая грабовская менюшка на грабе все в данном случае она была автоматом создана вот этой утилитой юнет бутын файлы файлы которые можно набить самому то есть можно найти кучу примеров в интернете и в официальной документации тоже она есть а потом получается этот файл заменяется на файл да ты нужно создать какие-то свои ответы подправить под себя да просто я когда пользовался однажды подобной штукой там короче был целый скрипт ну там девиан там девиан по-моему визи или джесси там был целый скрипт большой вот наверняка есть какие-то утилиты которые могут тебе помочь да то есть но в принципе это просто текстовый файл нет там типа а там я думаю что текстовый файл но определенный формат у него есть например ответить можно почти на все да то есть вот мы задаем локаль клавиатуру сеть настраиваем часовой поиск ну сейчас пройдемся поподробнее я просто пока покажу как-то мне не нравится эта фигня вот это лучше настройка сети час можно создать пользователя сразу можно разбить диски у меня немножко можно проще мне немножко сложно там расскажу почему какие-то настройки граба можно добавить сразу в апт определенные репозитории ну из набора стандартных конечно наверняка можно кстати нестандартные ну что устанавливать и вот есть ряд команд юбики это как раз инсталлятор убунту тут несколько команд для убики давайте чуть детали я не обещаю что занятие будет длинным надеюсь информативно так локаль ну для русского это ru ru для американского английского en us раскладка ваш локаль нет это наверное язык на котором инсталлятор все будет локаль система на каком языке будет клавиатура это я не честно тут выбираем раскладку я предпочитаю английскую сразу настройка сети интерфейс выбирается автоматически задает сразу некий hostname сразу задать hostname если данные поддержки получить не удалось то как бы это пропуск да фактически ничего не делать а это то же самое это мы выбираем один из пунктов то есть в случае если у нас DHCP не найден ничего не получилось то по нормальному у нас инсталлятор выдаст какое-то сообщение набор возможностей в этом что то сделать в данном случае я выбрал что просто не конфигурирую да то есть пропустить для меня не принципиально настройки сети прописать айпишник вручную например тут тоже это фактически просто пропуск какого-то сообщения про беспроводную сеть таймзона да в данном случае наша и в московское время создание пользователя полное имя пользователя можно задать в моем имени меня например Олег Липин то есть полное имя это юзерней это зашифрованный пароль по-моему просто rmd5 если я не ошибаюсь да потому что мы в целях безопасности мы не хотим палить этот пароль да то есть допустим в нашем случае это такой супер пользователь который есть на всех машинах пароль секретный мы можем его в зашифрованном виде в данном случае положить файл и не пугаться если кто-то это увидит там по-моему более сложный алгоритм это ш или что-то такое да то есть я это с помощью этой флешки устанавливал уже десятки раз и оно нормально понимает а здесь оно разрешает легкий пароль то есть там в системе уже есть какие-то правила пароля да то есть проверки на сложность если он посчитает что у вас пароль слишком легкий то он выдаст предупреждение мне это не нужно да потому что я знаю что мой пароль меня удовлетворяет и даже система его считает слишком легким мне безразличие здесь мы сдаем шифрователем домашнюю директорию мы шифруем весь диск в данном случае в моем поэтому мне не надо отдельно шифровать домашнюю директорию здесь идет разбиение этот пример более сложный скажем так потому что здесь во-первых шифрование во-вторых мы создаем собственную разбивку по умолчанию оказалось что там можно сказать что ну используй делай один раздел буквально одна команда и полностью весь диск занимай в этом случае он создает свой раздел равный размеру оперативной памяти в моем случае на машинке зачастую имеют 16 гигабайт оперативной памяти и всего 128 гигабайт диск SSD и отъедать в данном случае 16 гигабайт от 128 слишком жирно поэтому пришлось сделать собственную разбивку и это чуть удлинило конфиг и так мы указываем что мы будем криптовать криптошифровать вот здесь к сожалению я не нашел как задать ключ для расшифровки пароль в закрытом виде поэтому я поставил некий свой просто стандартный я не знаю как это назвать ключ пароль он довольно легкий как манду в английской раскладке но потом у меня есть скрипт который просто этот ключ меняет на другой более сложно пришлось так потому что таким образом я не нашел как сделать и так ну это повтор мы говорим что мы удаляем все лвм разделы то есть диск полностью очищается если там что-то было md тоже удаляется все удаляется подтверждаем вот это good size string max по-моему вот эту вот команду если просто оставить то он займет весь диск она создаст слоп равный оперативной памяти далее мы говорим что кастомные лвм и здесь вот наш этот самый рецепт с этим именем да кастом лвм мы создаем раздел для загрузки да бутовый где загрузчик просто лежит ext4 загрузочный монтируется в бут просто формат просто ext4 далее это раздел здесь к сожалению нельзя вот так вот задать что типа занимай все свободное место поэтому приходится указывать просто очень большое место это в видимо в мегабайтах да то есть от и до то есть от 128 гигабайт до терабайта так как у меня диски обычно не больше 500 гигабайт то соответственно занимается все доступное место монтирование в корень название лвм тома лвм знаете что такое логический менеджер логических дисков то есть такая надстройка на файловые системы которые позволяют более гибко управлять томами форматируем по x4 опять же и еще указываем конкретно слоповский раздел размером 4 гигабайта мне показалось что это вполне достаточно далее идет опять же ответы на ряд вопросов которые там может спросить установщик сохранить выбрать партицию и так далее подтвердить но вероят не перезаписывает файл из 7.4 вот эти штуки честно я тоже не помню про граб что там это обозначает я думаю что это не очень принципиально то есть это может быть важно если вы пытаетесь установить сделать не знаю второй раздел где у вас будет еще одна ось в данном случае у меня изразится в с убунту точнее как разработчики убунту предоставляет ряд репозиторий откуда можно строить софт в том числе не свободный да нам фри например или партнерский например в партнерском репозитории есть skype да то есть если включить этот репозиторий то вы можете с помощью апта аптитюда поставить skype да не качать его с официального сайта мне это нужно в работе так поэтому я включил вообще все репозитории поначале включается только такой свободный да репозиторий базовый это когда вот стринг и ничего то это фактически пропуск да то есть если он у меня будет спрашивать про прокси про шттп прокси фтп прокси то ну как бы эти окошки они пропустятся фактически то если они вылезут да то есть если установка захочет тебя это спросить то это окошко вылезет и процесс прервется да то есть он будет ждать твоего ответа в соответствующем окошке а мне этого не надо вот этого штука по идее позволяет установить как то флейвер что ли в Ubuntu есть же Ubuntu 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 да ну это естественно это называется они как то флейвер по моему типа вкус или запах не помню и ты можешь сделать аптгет install к Ubuntu десктоп и у тебя Ubuntu превратится к Ubuntu на другую грань но почему то у меня это не работает точно так же по идее здесь можно установить какой то софт но у меня это тоже не работает то есть возможно это не работает именно в Ubuntu а в Debian например это сработает а этот софт будет установиться автоматически после ну во время во время установки а во время но если не будет коннекта к сети соответственно не будет установить это логично да то есть как бы это установка из по идее дистрибер репозитория но я это не победил забил и ставлю это потом дополнительным скриптом здесь точно так же какие то команды для выполнения OCS инвентория агента это отдельная программка которая это репозиторий данных о машине да то есть на машину устанавливается агент ну это шаг в сторону от нашей темы и он может собирать данные о системе да какое железо установлен там какой софт установлен типо факторов типо факторов да наверное факторов я не знаю но что-то кроме их слышно да то есть это сборка данных о системе о системах да централизованных потом я пытался по идее в этом случае можно устанавливать выполнить некий скрипт который как бы сказать во время установки в конце установки можно запустить свой личный какой то скрипт или выполнить какие то команды баша которые не связаны с установщиком просто команды которые вы хотите выполнить после процесса установки у меня я пробовал сделать допустим какой нибудь тач да просто создать файл оно выполнилось но допустим взять и установить какой то софт мне не получилось но он ну да да соответственно true target target это ну такое слово я не знаю как переменная которая обозначает систему на которую устанавливаются а как допустим если ты хочешь запустить путь по идее трута да то есть вот ты ты чрутишься в директорию да ты оказываешься в корне своей новой системы там ну видимо да ну он не может там лежать да потому что это новая система по идее ты можешь скопировать потому что ты здесь таргет есть а есть по моему source называется это то откуда ты устанавливаешь получается твоя флешка то есть ты можешь скопировать свой скрипт по идее вот так вот я на флешку скрипт закинул установил ее голая система стоит и потом ты копируешь и устали и запускаешь например чтобы вообще все автоматизировать допустим у меня после системы там есть еще десяток пакетов которые вот так вот и я могу указать source источник иди сюда и запускай вот этот скрипт и он там уже все сделает смотри у тебя есть две вещи это source и target флешка и ноутбук вот соответственно чтобы тебе запустить что-то внутри твоей новой системы тебе нужно в нее зачрутиться то есть вот то есть ты как бы заходил из этой директории ты как бы запускаешь систему получается тебе нужно в начале source скопировать в твой скрипт в target потом зачрутиться в target и уже там запустить вот вот команда для уби-кьюти я никак не мог сделать так чтобы не взять то есть у меня стопорилось на финальном сообщении да он говорил я все сделал осталось перезагрузить и стандартными вот этими di db installer по моему со стандартными средствами он мне не щелкал никак то есть не перезагружал оказалось что нужно давать команду конкретно уже уби-кьюти как я говорил это фирменный установщик Ubuntu он называется уби-кьюти но инфы по нему не очень много то есть надо покопать чтобы это найти и так вот она заработала стал перезагружаться собственно это наверное все по файлу варианты документация есть в данном случае нам нужно как бы отвечать вопросы на те на которые мы хотим отвечать и пропускать те на которые мы не хотим вот это ваш im seed файл да то есть вы его называете как хотите разрешение точка расширения точка seed и закладывать закидывайте в директории при seed запуск она уже будет там и теперь вам нужно сконфигурировать автозапуск тут куча всякой фигни нет и блин найдешь и с и 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 hd и и и по есть такой файл text.fg это наверное я не знаю это зависит от district либо от утилита которая создавала загрузочную флешку но в данном случае так и здесь у нас есть я создал отдельный пункт меню aem install и у него есть лейбл типа такое название внутреннее пункта меню aem и здесь команда default где можно указать какой пункт меню будет по умолчанию у меня даже если этот пункт стоит не первым то авто меню просто идет таймер 10 секунд через 10 секунд запускается какой-то пункт меню и здесь указываем какой пункт меню нам надо запустить нужно в данном случае наш пункт меню запустить который называется aem да при старте это для граба загрузчик это текст который там будет выведен тоже можно любой указать просто скопировал какой-то текст там уже что-то было да просто текст это команда для граба ты можешь взять любой пункт здесь просто его скопировать поправить это ядро да ну вм линус это по моему этот может ядро блин я не помню будем считать что это ядро даже если я ошибаюсь дальше мы добавляем какие-то вот в строке append мы добавляем команды для и нет ну для старта систем естественно здесь мы можем либо указать можем указать где нам брать наш присед файл на то есть сидером от как бы наша флешка директория присед название файл вот ядро он только уби-кьюти а то что там у тебя в этом самом деле было аемси там это по идее по моему это дебин инсталл да и это по идее по моему это дебин инсталл да они все равно будут прорабатывать да потому что убунта сделано на основе дебина и вот эта вот система да она взятая с дебин но он просто чуть-чуть поправлен нет это как бы это сказать я думаю что просто уби-кьюти понимает часть команд дебин инсталлера потому что если ты найдешь просто руководство по установке для дебина большая часть параметров работать будет но вот как я сказал есть пара нюансов да грубо говоря дебина есть него и в бунта есть нюансы относительно того что есть существует в дебе и вот я очень долго искал вот это вот фигню этот команду потому что когда опять же запускал автоинсталляцию он у меня там чё-то что-то все-таки спрашивал да появлялась менюшка выбор локали или еще что-то я щелкал в окей оно шло дальше нормально но вот чтобы он вообще ничего не спрашивал что взял брала начинал устанавливать там есть какие-то свои дефолты да он будет использовать принципе но ты можешь свои поменять можно поменять все ну практически ты можешь дать свой ответ на любой вопрос и вот это вот конкретно автоматики бикюте на это я убил ну день наверно пока нашел это то чем я это основное чем я с вами делюсь основное достояние вот дальше это и нет тоже стандартная это базовая файловая система образ quiet ничего не спрашиваем да тихо устанавливаться но это я тоже скорее всего все скопировал из этого нужно добавить чтобы полностью все автоматически делалось вот эту команду и указать свой путь до сид файл в данном случае он находится у меня на флешке все то же самое можно сделать с помощью пикси просто указать путь до сид файла где-нибудь на сервере сейчас даваться не буду потому что не владею вопросом и собственно вот да то есть вы добавляете свой создать свой сид файл добавляете свой пункт меню в стандартное меню которое у вас есть на флешке и вот она берет устанавливается и я наверно остановил там установку хотя наверное не стоило я бы мог вам показать результат в результате вы получаете в моем случае зашифрованный диск с определенным ключом создан пользователь с определенным паролем и если вам еще что то нужно вы это доделываете если вам нужно просто заштамповать какое то количество ноутбуков вы можете наштамповать пачку флешек и параллельно это все устанавливать то есть запустил пошел пить кофе через полчаса пришел у тебя все готово вот в идеале конечно лучше делать через сеть если у вас хорошая гигабитная сеть потому что вам не нужно бегать с флешками и штамповать флешки он может просто каждому компьютеру подключить локальную сеть а вот по поводу доступ к программе еще раз на скриптов я долго мучился пытаясь запустить прямо отсюда какой то скрипт или команду в готовой системе но не домучил честно сознаюсь не домучил я у меня есть на этой же флешке какой то скрипт там но в моем случае на питоне который просто берет и башевские команды да выполняет просто берет на себя какую то логику да в любом линоксе есть там конечно вот слишком быстро да хотите могу показать но занятие по питону не будем делать так то есть надо все получается после установки гол перезагрузиться войти в систему скопировать фальт ну либо прямо с флешки запустить по идее вот говорю за счет вот этого вот success команд это после того как у вас успешно все установилось вы можете выполнить какую то команду по идее вот за счет этого можно это сделать я думаю если потратить на это какое то количество времени вы можете заранее создать скрипт и выполнить его в готовой системе до перезагрузки да то есть получится что у вас это выполнится и после этого перезагрузится ну если есть какие то свои нужды наверное можно опять же как-то да ставить просто из пакета либо есть иду бунту по моему не знаю детали но можно любой конечно то есть любой дистрибутив основанный на убунту можно так сделать взять взять и создать загрузочную флешку на убунту например это такой низкий уровень он не зависит от там каких то оболочек если это убунту то вот оно сработает если это в основе debian то наверное чуть-чуть надо будет подправить пресид файл и тоже это интегрировать есть какая то программка которая так и не дослужился попробовать интересно как посмотреть то что я застарил как это кастомизер кастомайзер наверное да кастомайзер написано что он позволяет создавать свои лайфси на основе убунта но не пробовал это у меня в планах но как это сделать вручную не скажу я думаю что тоже можно но все таки ну относительно сложно поэтому лучше найти какую-нибудь утилитку которая вот уже позволяет это делать например кастомайзер наверняка это даже лучший вариант когда можно вообще создать свой поправленный какой-то дистрибутив и сразу его ставят вот вопросы а я не очень поняла алгоритм действий то есть сначала мы каким-либо образом создаем загрузочную флешку и только потом да хорошо флешка текстовый файл с ответами которые вот так а разве флешка не редонли нет ну то есть где-то она может редонли но в другой системе уже не редонли можете показать локацию этих файлов а папочка называется пресид она прямо в корне после того как вы сделали вашу флешку она будет прямо в корне если другую папку сеть файл засунуть прописать да то есть в принципе в команде для загрузчика как мы посмотрели там можно указать путь ваша первая папка будет сидером который обозначает вашу как бы флешку и потом можно уже положить где угодно но наверное для систематизации лучше положить в папку присид которая уже существует можете еще раз показать где конфиги лежат папочка ISO Linux так вот долго тут есть что-то там текст или текст ткфг по-моему называется да что такое вот здесь можно просто скопировать любой предыдущий раздел ну не любой а там где будут ну ближайшие например live или live install и просто поправить назвать указать свой сид файл и добавить вот автоматике убики а когда вы записываете закрузочную флешку у вас сид файл он я запуталась его не существует а то есть его надо ручками написать его надо написать ручкой то есть надо просто скопировать шаблон сополнения да откуда с интернета то есть там вариант во первых в официальной документации есть информация об этом просто без вот этих маленьких нюансов к сожалению а то есть когда я сделаю флешку я соответственно копирую этот шаблончик его заполняю и указываю к нему путь да а 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 свой пункт меню для загрузчика в котором указано какой сид файл использовать и все загрузиться и выбрать в меню нужный пункт и она начнет ну ради интереса давайте посмотрим кстати на том же в гитхабе можем искать нет, куча вот receipt файл for buntu dev да, то есть варианты описок то есть есть во-первых примеры а во-вторых в официальной документации в банке есть и в debian есть прямо описание разных пунктов поэтому я детально не останавливался в общих чертах вот какой-то японец например да, у него своя локаль японская и времен, да, токийская прикольно можно буквально пару слов про установку бунта по сети ну хотя бы там с чего начинается давайте пару слов по сети сценарий стаб бам-бам-бам-бам-бам Соответственно, вам нужен сервер, да, PSE-сервер, это маленький, он включает в себя, грубо говоря, такой маленький DSTP-сервер и TFTP-сервер. TFTP-сервер это Trivial FTP, да, то есть простенький FTP. Что? Как называется этот сервер, я забыла. TFTP, DSTP, PSE, то есть вы ставите свой PSE-сервер по какому-нибудь мануалу, кратенько, добавляете туда, там точно такой же будет файл описания пунктов меню, где будет, опять же детально, это в общих чертах, где будет указано, что вот здесь вот, вот взять и с него запуститься, вот, и, соответственно, вот в этом пункте меню вы можете указать точно так же, где взять pre-seed файл, например, да, для автоматической установки. Потом вы подключаете шнурок в систему, заходите в BIOS, выбираете загрузка по сети. Соответственно, система стартует, BIOS спрашивает, да, ищет DSTP-сервер в своей сети, находит его, у нас получает IP-шник. После этого загружается менюшка, выбираете в менюшке нужный пункт меню, и, опять же, вся необходимая информация подгружается по сети. Ну, это ядро, например, там, если совсем-совсем маленький образ, там есть такие специальные, это ядро, базовая файловая система, и у вас запускается мини, такой, мини-линукс, который уже, опять же, по сети, если у вас есть интернет, может установиться с интернетом. Ну, по идее, да. Ну, это так, вообще, что-то. С PXE можно и PXE, да. Ну, винда, по идее, должна уметь, но, скорее всего, вам нужен Windows сервер, который сможет вам раздать. Линукс это делает без проблем вообще. Такая стандартная процедура. Ещё. А, поэтому нельзя приконнектиться к машине, на которой нет. В смысле, прям приконнектиться? Никогда не пробовал, честно скажу, да, но в бытовых машинках есть какая-то Intel AMT, что ли, в общем, есть низкоуровневая система, но это есть не во всех процессорах. То есть, есть определённый набор процессоров и наборов логики, где это интегрировано. Да, то есть, машинка получает, опять же, API-пичинка по сети. С помощью какого-то софта ты можешь подключиться и даже в биосе что-то делать. Да, 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 это возможно. АТМ по-моему. Слушай, я боюсь, что по интернету это работает, ну, нет, ну, все равно нужно задать IP-шник, да, по интернету, ты не можешь по GCP выдать, а вот по локальной сети, в принципе, это, да, реально. Для серверов технология называется IPMI, вот, но есть она вот аналог для, как бы, десктопов, но говорю, что набор процессоров и чипсетов, которые это поддерживают, он ограничен. Ну, тогда, наверное, наш краткий экскурс мы завершим. Продолжение следует...